Добрый день, уважаемые друзья, гости канала, с вами Инна Гагарина. И сегодняшнее видео я хотела бы начать с обращения к вам. И данное обращение вызвано именно той ситуацией, в которой мы с вами оказались в нашей стране. Первое, с чего я начну, хочу призвать каждого из вас. Пожалуйста, будьте терпимее друг к другу, поддерживайте и помогайте друг другу, даже словом. Для кого-то это очень и очень важно. Кому-то предоставить уверенность и кому-то силу. Не паникуйте и защищайтесь. Защищайте свои права. Очень больно осознавать, что люди оказались наедине со своими проблемами, что люди не знают, в каком направлении двигаться, чтобы отстаивать своё «я». И просто махнув на себя же рукой, молчат. Я вас призываю, пожалуйста, не надо делать так, как вам сказали. Если вы считаете, что это неправильно, значит, доказывайте, отстаивайте свою точку зрения. Не надо подписывать всё то, что вам подсовывают и говорят, это надо подписать и с этим надо согласиться. Не надо делать из себя подневольных людей. В настоящее время появились первые протоколы об административном правонарушении. Статья 6.3 КОАП. В настоящее время появились первые судебные решения, связанные с нарушением норм санитарно-эпидемиологического состояния. Я к вам обращаюсь и хочу вас направить. Не надо просто забивать на себя и соглашаться с тем, что вам написали. Вы свободные люди. Признавать эти штрафы не надо. Боритесь, обжалуйте, не соглашайтесь. Приходите на судебные заседания. Если меня сейчас слушают коллеги и юристы, они понимают, о чём я говорю. Вы поймите, характер права в стране заявительный. Не заявите вы, за вас это не сделает никто. Мы живём в том государстве, которое должно нас защищать, а не только собирать налоги, сборы, платежи установленные. Оно нас должно и защищать. И вот это обращение к вам. И если вы не знаете, как начать, и с какой вообще стороны подойти к своей же защите, я с вами. Канал работает. Электронная почта, номер WhatsApp в описании к видео. Спасибо, кто услышал и понял. Это обращение было именно для вас. И я же, в свою очередь, хотела бы поблагодарить тех, кто со мной рядом и кто поддерживает меня. Тех людей, которые на протяжении длительного времени шагают со мной. Елена Викторовна, Владислав Юрьевич, Владимир Фёдорович. И ещё человек, я не знаю, можно называть или нет, я думаю, он меня поймёт. Спасибо вам огромное. Потому что для меня тоже очень важно понимать, что я не одна. Но сейчас приятного прослушивания и хорошего вам дня. Здравствуйте. Слушаю вас. Ежёв Алексей Александрович, компания КредитЭр. Я веду Дуковой Натальи Николаевны. Это вы всё, верно? Да. Звоню вам из отдела взыскания. Разговор у нас записывается. Вы же ведёте документацию. Вы, наверное, делопроизводитель? Вы можете меня называть как угодно. Я вам представлю. Нет, но вы же сами сказали, что вы ведёте документацию. Соответственно, либо вы из секретариата, либо вы из отдела производства. Вы сейчас хотите обсудить именно слово документации, Наталья Николаевна, или дослушать меня до конца? Вы представляете, что вы из отдела взыскания. Зачем так? Вы хотите сейчас поговорить о тонкостях русского языка, Наталья Николаевна? Лечитесь, лечитесь. Зачем ходите, заражаете всех тогда? А вы что, вы взяли, что я... А вы носом-то шмыгаете, и вы... Получается, что вы ходите заразные повсюду. И что? А вы ничем не шмыгаете? Нет, я с вас передразниваю. А зачем? Вы работаете с целью? Потому что вы же носом шмыгаете. Или вас в образовательных учениях, как учат, разговаривать с людьми. Такая ситуация, что каждый шмыгающим носом очень опасен. Поэтому я очень боюсь заразиться от вас по телефону. Думаю, надо попрощаться. Как работник медицинской, вы, наверное, недостаточно осведомлены, опусяк распространения вируса. Потому что ваших мотков на боли не хватит. Нет. Нет, Наталья Николаевна. Ну вот я вас обидела. Вы... Что нет, что... Что... Вы, я, да. Находите в адресу своего проживания. Что со мной не так, и что с вами мамочкой? Мне сейчас все это говорить? Да. Уверен? Вы думаете, что вы меня напугали? Вы ображаете тем, что вы подъедете, да? До конца... Причините мне физическую боль. Это вы что-то додумали. Моральную травму. До конца дня у вас есть время. А мне не надо время. Надо думать, что платить. Перед компанией критик. Время не надо. До свидания. Что-то перепутал, дядя. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Звонок поступает от Джонси Нанбанк. Звонок поступает по поводу вашего кредитного договора. Просрочка зафиксирована более 75 дней потребительского кредита. Какой причине оплаты выносите? Я жду, когда вы в юридический отдел передадите документы. Хочу пообщаться с вашими юристами. А почему вы не оплачиваете причину? Хочу пообщаться с юристами. У меня для них подготовлены тестовые вопросы. Хочу посмотреть, насколько квалифицированные юристы работают в Восфинансбанке. Очень любишь, нетерпели. А почему вы позволяете себе просрочку для того, чтобы пообщаться с юристами? Какие права, что вы можете взять кредитного договора? Права гражданина. По какой причине не оплачиваете вы, которые консультанты? Я имею право не отвечать на столь глупенькие вопросы. А в чем вопрос? Здесь глупо объясните. Глупо он только в том, что вы мне звоните два месяца. Задаете один и тот же вопрос, который никаким образом ситуацию не изменит. Вопрос не решит. И для чего задается этот вопрос? Может быть, вы не можете правильно диалог как-то начать? Может, вы мысли свои не можете сформулировать? Это одно дело. Ну, если просто вам так написали, вы одно и то же так дочите. Почему? 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 Да потому что, как вы не знаете, температура вообще не такая, как должна быть, в принципе, в апреле. Так и зафиксируйте. Это как-то поможет банку взыскать у меня денежную среду? Но, причем, здесь сейчас вам нужна помощь, а не банку. Мне помощь не нужна. Вот вашу банку нужно, да, уволить весь штат сотрудников и нанять более профессиональных и грамотных людей. Тогда, в принципе, может быть, было бы неплохо. В общем, Виктория Константиновича, потому что банк интересует, что банк интересует. Да нет, как-то, знаете, но мне как-то все равно, что интересует банк. Я же не рассказываю свои интересы, хотелки банку. То есть сейчас тоже начну рассказывать. Хорошо, я поняла. По оплате. Я так понимаю, из нашего разговора о оплате в добровольном порядке вы отказываете производить? Отказываюсь. Отказываюсь. Хорошо. Сумма к оплате 6 140 рублей. Требования в рамках... Отказываюсь. Отказываюсь. Хорошо. Сумма такая... Требование банка. Требование банка. Такая серьезная фраза. Опять же, не имеющая никакой силы юридической. Требование банка по телефону мне. Требование банка. А кто вам сказал... Там же с вами весело. Требовальщики. По пункту договора 13, информирая о том, что в дальнейшем вполне возможно будете работать через коллекторский агент. Даже мне каждый день эту информацию доносите, доносите. Я никак не дождусь. Ни ваших юристов, ни ваш какой-то там выездной отдел. Я жду, 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 жду. Так и скажите. У нас по регламенту банка положено мозг вам канифолик месяца три. Я хоть буду точно знать, что еще месяца три как бы придется с вами пообщаться. А что, что вы одно и то же говорите, уже, наверное, должно быть самим стыдно, что к вам завтра приедут, послезавтра мы вас с коллекторами... Не, мне не стыдно. Вот мне не стыдно вообще. И я всем говорю, не надо стыдиться того, что вы не вынесли какой-то платеж в банк. Ничего страшного. А то, что вы пользуетесь товаром на текущий момент... И что, мне должно за это быть стыдно? Вы оказываете услуги, у нас договорные отношения, вы мне не просто так в долг без процентов дали. Вы мне дали деньги под проценты. Идите, забирайте их через суд. Какие проблемы-то? Проблема-то у вас в чем, скажите? У вас нет денег на госпошлину, что ли? У вас нет денег, чтобы юриста нанять. Но включите это в стоимость судебных издержек. Проще решать вопрос через коллекторскую агенту. Да мне плевать, проще, как вам делаете, как вам проще. У вас мозгов даже не хватает на то, чтобы в суд пойти. Я поняла, проще, конечно. Виктория Константиновна, мы сейчас подтверждаем информацию по анкетным данным, тогда и завершаем диалог. Мы будем строить диалог, как я скажу. Подтверждайте вы там. А я ничего не буду подтверждать. И отрицать ничего не буду. Попробуйте, подтвердите что-то. Хорошо, я поняла, Виктория Константиновна отказывается от предоставления данных, эту информацию отмечая. Причина также не установлена за должность. Ну и засчитывай ты мне эту пургу. Ко мне вопросы имеются по-другому? Какие есть те вопросы? Расскажи мне отличие цессии от агентского договора. На ты мы с вами. Ты так и не выучил это все. Давай. Что еще раз? Свободно, говорю, иди уроки учи. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Ежова Анастасия Юрьевна, компания Мага Финанс. Идет в записи разговора. Хоть сегодня одни ежики звонят. Федоровна. Я слушаю. Повторите о вас не услышать. Ну мне сегодня одни ежики звонят. Ну правда. Федоровна. Да я, я. Да, очень приятно, Алиса Федоровна. Звонок вам поступает в отношении задолженности вашей перед организацией. С 136-го дня у вас просрочки. Сумма 27300 рублей. Почему не производите? Почему не производите? А я в прошлый раз поясняла. Почитайте там комментарии. Понимаешь? Потому что до вас требования доводятся от вас никаких. Не было требований от вас никаких. Бла-бла-бла, по телефону было. Соглашусь, а требований не было. Хорошо. Оплата когда планируете? Не планирую. Не планирую. То есть вы отказываете? Ну в таком случае анкетные данные сверим, я требований. Не, я по телефону не сверяю анкетные данные. Если у меня что-то изменится, я в письменном виде, по крайней мере, я понимаю, как необходимо документацию направлять, поэтому, соответственно, в письменном виде направлю. Это пока не поменялось. Ну хорошо. На телефон у нас будет связь, а у вас актуальна, да, 2016? Ну, видите, общаемся. Обязанно ведомым, в случае, если вы будете продолжать игнорировать требования кредитора к оплате, вопросников решать с компанией «Мангофинансов» не будете, то ваши документы перейдут в юридический отдел, где будут заниматься решения, возможно, последствия. Я думаю, пора их туда уже передать. Сопроводить на письмо, направляем в ваш адрес, запринять на решение. Прайки меня, пожалуйста. Зачем? Зачем? Мне необходимо озвучить, что она положена. Почему я должна, как бы, идти на уступки и слушать ерунду? Не хочу. Компания к вам на уступки идет, ожидает от вас плачер в течение дня? Я вообще не просила компании идти мне на уступки. Вы же меня должны как-то понимать, я каждый раз говорю, что оплаток меня в добровольном порядке не будет. Вы все равно хотите сделать такими благородными, да? Мы такие хорошие, мы вам штрафы пение процента начисляем, идем вам на уступки. Давайте мы такими хорошими останемся платить. Не-не-не, в суд идите. Ну, Олеся, я нашу позицию поняла. Хорошо, обязательно все это данный формат зафиксирую, передам вам предстоящему поводу. До свидания. Ждайте с вами себя, что-то хорошего дня. Алло. Алло, здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Здравствуйте. Это отдел по работе задолженностью ОНГК Турбозайм. Рядом Никита Олегович, меня зовут, разговор записывается. Ирина Геннадьевна, поступай одинок сейчас по поводу долгов компании. Турбозайм у вас это 9064,80 рубля. У вас длительная уже задолженность, компания не сможет на оплату вас больше подождать. Еще с требования кредитуры оплатить в сумму полностью в течение суток, то есть завтра до 10 часов. В это время договор у вас будет проверяться и в случае неоплаты уже компания в дальнейшем... Вы можете его прямо не проверять, плата не будет. По какой причине? Ирина Геннадьевна так решила. Но что это значит, Ирина Геннадьевна? Что значит, вы так решили? У вас есть договор. Ирина Геннадьевна так решила. И мое решение неизменно. Алло. Алло. Ну, причину объяснить в свое решение? Я буду объяснять, малыш. Ты, наверное, объелся варенье. Давайте конструктивно разговаривать. Нет. У вас имеется компания, задолженность, и другое не оплатить. Ты зафиксируй. Оплата не будет в добровольном порядке. И не задавай лишних вопросов, малыш. Отказываетесь, получается, да? Да. Хорошо. Отказ зафиксируем. Проблем никаких нет. А по какой причине вы отказались от этого права? Потому что я так решила. А вы же понимаете, что вы нарушаете законодательскую сейчас неоплачиваемую договору? А ты понимаешь, что ты не судья, а не суд? Ну, на ты мне приходили, Ирина Геннадьевна. Малыш, не раздражай меня. Не хотите общаться конструктивно, да, Ирина Геннадьевна? Я не считаю это нужно. Звонки будут продолжены. Звонки, они в рамках закона будут продолжены, Ирина Геннадьевна. Да, пожалуйста, его нет. Ирина Геннадьевна, а по дополнительным номерам они там живут. Попробуй только. А они тоже вас ждать не будут. А там по своей попе. Потому что Ирина Геннадьевна умницей направила отзыв от взаимодействия с третьими лицами. А если ты, малыш, если ты, малыш, нарушишь 230 ФЗ, ух, тебе влетит. Ух, тебе влетит. Ух, тебе влетит. Ух, у меня не нарушение. Департамент взыскания, просроченная с должности, ведущий специалист Арина Макарова, Марина Андреевна, этого? Да. Восемьдесят пять дней у нас в должности, находитесь в банке по кредитам. Причину неоплаты уточните вашу? Не буду уточнять. Я не верю, что вы из банка. Вы меня не предупредили о записи разговора. Значит, вы звоните из дома, не записываете и, соответственно, нарушаете 230 ФЗ. Как вы подтвердите, что они записываются? Я представила, что в начале диалога. Ну, вы мне представились, да. Вы мне не сказали, что идет запись, а я сейчас захочу пожаловаться на вас. Вас запросит запись, а записи нет. Чем будем подтверждать, что вы мне, например, нахамили? Или я вам? Вы не записываете нахами. Вы меня не предупредили. Вы нарушили мои конституционные права. Уточняйте на горячей линии. Давайте вернемся к теме вашей задолженности. Да почему вы соскакиваете? Я не выяснила вопрос записи. Я буду сегодня всех дрюкать по записи. Вы на удаленке работаете, сидите дома. Ни черта вы не записываете. Обращайтесь на горячую линию, уточняйте тогда этот вопрос. А откуда они знают на горячей линии? Вот сейчас со мной разговор записан на линию. Давайте сделаем запрос тогда. Я хочу делать запрос на предоставление записи нашего с вами разговора. Вот 3 апреля 2020. Да что мне горячей линии, они запись разговора с вами скинут, что ли? Все, идите лечитесь. Я не буду с вами лечить. Все, мои права нарушены, конституционные. Знать ничего не знаю. Не надо кричать, не надо беситься. До свидания. Уберите скрипт. Причина неоплаты, причина неоплаты. Причина неоплаты не важна. С вами я прощаюсь. Отдыхайте. Навсегда. Андрей Иванович, номер что? Да. Друзья, Андрей Иванович, задолженность у вас перед компанией. Как всегда Эверест. Двух слов связать не может. Что ж, молча? Друзья, Андрей Иванович, вы нашли 18 тысяч? Ты спроси, вопрос неправильно поставил. А вы их искали? Вот так надо подавать. Вот так надо подавать. Виктория Андреевна, я не спрашиваю, как вы мне с вами разговаривали. Да как не спрашиваешь? Вы отвечаете на своими обязательствами, Виктория Андреевна, вы не в тучи плафе, вы являетесь должниками, у вас есть три дня. Вот, вы являетесь ранью Севереста. До 6 апреля, Виктория Андреевна, 4 деньги, где хотите уходить, уходить. Да какая она, да. Да, да. Ух ты, ух ты, прям серьезно, серьезно. Я, наверное, тебя прям подпринимать можно, да? Как и индюшку важную. А я тебя принимаю как индюшку, только неважно. И не нужно, не нужно. Своим фактом, твою финансовую состоятельность. Вы меня слышите? Я пока не слышала, что твою финансовую несостоятельность. Не затмите. Миллионер, что Севереста звонит. Подпороняйте. Вы тупые ебанути. Слушаю. Аля. Здравствуйте, это паня Геннезисбург, сайт Киева Юркова, Вера Александровна, отдел взыскания разговор-записи Нискалаевна, да? Да. Да, Туранта не уточните, Наталья Николаевна. Да ничего, для идентификации. 18 дней просрочки у вас, почему оплата не поступает? Ой, обязана поснять. А как вы думаете? Да я думаю, что... У вас столько договора закончилось, Наталья Николаевна? Да я не обязана звонил, пояснять ничего. Вы не знали об этом, что ли? Наталья Николаевна, вам не стыдно вообще вот оскорблять и переходить на личности? А чем я вас оскорбила? То есть это для вас нормальное явление? Ну вы сами работу такую выводили, я вас нормальное явление не назначала. Если это ваше призвание, если высшим уровнем вы не можете как-то вырасти, то это ваша проблема? Наталья Николаевна, это говорит мне человек, который нет в долгах, по займам. Правильно, я человек, уважаемый причем человек. Вот ты звонил. Да что вы, серьезно? С кем? С кем? Всеми. Я вижу только перед собой человека, который удерживает... Ты не можешь видеть по телефону вообще никак, это нереально видеть по телефону. А переход на ты, Наталья Николаевна, это с точки зрения психологии... Ты не личность. Ты не личность. Вам легче этого сумасла? Вы никем осырь, поэтому советую откатной оплаты зафиксировать и тихонечко слинять, пока я добрая. Да, Наталья Николаевна, мне вас искренне жаль, что я не говорю. С гарнитурой на башке. Мне вас искренне жаль. У вас проблемы какие-то личного характера, да? Ты себя пожалей, тебя пожалей, как дальше будешь жить-то? А? Какие планы на будущее-то у тебя? Карьерный рост, наверное? Будешь старше звонилкой? Ух, серьезная, должна, серьезная.